Добровольцы, это те, которые совершили действительно преступления на этой территории, которые не подпадают ни под одну из смягчающих вот этих статей или обстоятельств, что это нужно было для прокормления армии или для поддержания боеготовности армии, а люди занимались банальным, откровенным мародерством. Это есть, и есть масса заявлений от граждан, когда, ведь понимаете как, я ведь тоже шел на этот грех, да, и когда первый был у нас такой, вы должны его знать, был такой один из ополченцев с позывным мексиканец, он один из первых, кто там вокруг областной администрации выстраивал эту линию обороны и прочее. Так вот, это первый ополченец, который посадил на яму, за то, что он попытался в автосалоне забрать там несколько автомобилей, а он был в составе, я потом примкнул в состав нашего подразделения, естественно, он подпадал уже под нашу юрисдикцию формальную. Это была первая реакция. Мы старались, чтобы общественное мнение не склонялось в негативную сторону в отношении нас. Мы хотели не трогать пока институт этой частной собственности, не делать никаких резких заявлений, потому что нам нужно было набрать как можно больше сторонников, даже из среды тех, кто в принципе не такой уж патриотичный и горячий, хотя бы не противников, чтобы вражеская пропаганда этим не особо пользовалась. Но потом жизненные нужды и обстоятельства заставили нас отступить от вот этих правил. Я уже сам так закрыл глаза, махал рукой на то, что мне привозили то из брошенного гаража Виктора Януковича какие-то десятки автомобилей, то из каких-то брошенных автомобилей, спрятанных из автосалона. Но по крайней мере всегда действовало одно простое правило. Никогда ничего не забирать у обычных граждан. Никогда ничего. Но случались эпизоды и случаи, когда ополченцы с оружием в руках просто банально грабили людей, а хуже всего, когда убивали. В Востоке, я об этом всегда с прискорби вспоминаю, были такие прецеденты, когда вот в частности из-за какого-то несчастного Ланоса всех пассажиров и водителей, которые были в машине, троих человек, вывели ополченцы же, которые вроде бы как мне подчинялись, поставили на колени в какой-то лист полосе и расстреляли. Такие случаи, они тоже имеют место и таких случаев предостаточно. Но я сейчас не увожу разговор в сторону. Я согласна. Мне Захарченко тоже при разговоре показал огромную стопку бумаг, в которой он сказал, вот это все твои россияне, и все они убили, грабили, насиловали.